Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале Artstyle. В моих руках от компании ZTE телефон под брендом Nubia, Nubia Z9 Max. Версия на 2 гигабайта, чтоб не путаться, скажу, что есть версия с названием Elite, она уже на другом, на более мощном процессоре и там больше памяти. В моих руках же, ну, относительно недорогой смартфон, есть свои плюсы, свои минусы, делюсь своим опытом использования. Конечно, первым делом обращает на себя внимание дизайн. Металлическая окантовка, корпус — это металл, а, соответственно, стекло и с задней стороны — пластик. Минус — то, что пачкается достаточно активно и быстро, заднюю крышку постоянно нужно протирать. Плюс, конечно, тут чем-то похож на Sony дизайн, но в целом выделяется на фоне металлических, практически безликих устройств, которые заполонили рынок — это нехорошо или неплохо, это факт. Кроме того, отмечу, для кого-то может быть очень важным будет то, что здесь полноценные два слота, то есть один слот для двух nano sim-карт, второй слот под карту памяти, то есть нет совмещенного слота. Слот слота 2. Ну и вообще, дизайн лично мне показался достаточно неплохим, удобным. Смартфон средней скользкости, из рук, в принципе, не выпрыгивает. И еще раз отмечу — молодцы! Если приглядеться, то вот текстура, фактура, как правильно сказать, такое вот красивое, как нечто произведение искусства какое-то. Не просто черный какой-то пластик, а с какими-то точками, узорами. И не часто встретишь даже во флагманских устройствах такое качество. С другой стороны, китайцы сейчас, я уже не раз говорю, качество подтянули очень сильно, и даже в очень бюджетных устройствах качество сборки на высоком уровне. Так же и здесь. По кнопкам управления все стандартно, как на большинстве смартфонов. И на всякий случай отмечу, сканера отпечатка пальцев здесь нет, если вдруг для вас это важно. По характеристикам. Экран 5,5 дюймов, технология экрана IPS, Full HD разрешение 1920 на 1080, 401 пиксель на дюйм. Камера в смартфоне две. 16 мегапикселей, 8 мегапикселей. Есть огромное количество настроек камеры, их здесь чудовищно много. Но нас интересует, в первую очередь, качество. Качество среднее. И фотографии, и видеозаписи. Посмотрите примеры фотографий сами, ссылка здесь, под этим видео, на YouTube. Среднее, отметим одним словом. Процессор. Qualcomm Snapdragon 615. 8 ядер, 4 ядра 1,1 ГГц и 4 ядра 1,5 ГГц. Видеопроцессор Adreno 405 и 2 гигабайта оперативной памяти. Не густо. Конечно, тяжелые игры, танки, например, на максималках точно не пойдут. Ну, Asphalt и там Nova 3, какие-то шутеры на средних настройках поиграть удастся. Но процессор, конечно, средней производительности. Памяти встроенной 16, свободно около 11. И отдельный слот под карту памяти microSD до 128 ГБ. Что удивило, это наличие модуля NFC. То есть Wi-Fi, Bluetooth, 4G, NFC, все это есть. Отмечу, как прием GPS средненький. Бывает лучше, бывает хуже. В принципе, в телефоне все более-менее средненько, на самом деле, если определить одним словом. Неплохой, нехороший, а вот дизайн высокого уровня. FM-радиоприемник присутствует и поговорим о батарее. 2900 мА. Видео на максимальной яркости смартфон прокрутил 6 часов 18 минут. Результат вполне себе ничего. Ну, на самом деле, телефона хватает на полный световой день, как и подавляющее большинство его собратьев. Автономность также не в плюс и не в минус. Вес смартфона 165 грамм. Подведем итоги. Плюсы и минусы. Плюсы, на мой личный взгляд, это однозначно хороший дизайн, с мелкими деталями, с хорошим качеством сборки. В плюсы могу также отнести звук в наушниках. Бывает лучше, но не часто. В целом, звучит достаточно неплохо. В плюсы можно отнести и экран. Хотя, опять же, я, наверное, говорю в каждой из десяти обзоров восьми, что экран хороший. Но, действительно, экраны ставят современный телефон очень качественный, и здесь дисплей вполне себе хороший. В плюсы отнесу очень редкий вид смартфона, когда две сим-карты плюс карта памяти в неразобранном корпусе. Это редко, и здесь это есть. Минусы. Ну, это не минусы, это основные придирки. Это все-таки не слишком хорошая для своей цены производительность, но это придирка в чистом виде. Ну, и еще отмечу, что греется при нагрузках, правда, умеренно. Руки не обжигает, но когда играете в игру, буквально через полторы-две минуты нагрев есть и его чувствуешь. Но это не мешает пользоваться телефоном. Особенности телефона. Есть датчик уведомления в кнопке домой, есть настройка цветовой температуры экрана, и очень понравилась блокировка экрана ладонью. Кладем ладонь на горящий экран, и экран гаснет. И разблокировка двойным тапом по экрану. Разделение экрана на два и огромное количество настроек фишек камеры. Моя оценка этому телефону я очень долго думал, потому что телефон, в принципе, средненький. Но все-таки 8 баллов из 10 я ему даю. Основные из-за дизайна и из-за всяких мелочей, которые мне понравились. Ну и, как всегда, желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем, Давид. И не забудьте посмотреть некоторые видео, которые я вам рекомендую. Оставайтесь счастливы.